Ирина, какая заточка иглы подойдет для волосковой техники? Обычная иголка. Чем тоньше иголка, тем тоньше будет волосок. Вот такая взаимосвязь. Здесь большой взаимосвязи нет. Иголка для волоска, она определяется в первую очередь чем? Что это всегда единица, потому что это линия, которую нужно нарисовать. А второе, это уже непосредственно тот тип кожи, на котором мы работаем. Но опять же, все равно, это небольшая градация. Вы можете 0,30 работать и вообще не париться. Или 0,25 взять и все, и больше не заморачиваться. Взяли и работаете этой единицей. Тоненькая, то есть острая заточка. Опять же, тоненький, кончик будет тоненькая. Рисоваться еще более тонкая будет линия получаться. Если тупая заточка, линия будет несколько может шире получаться. Но это все такие мили-мили, там, мили-мили, которые вы можете не считать. Главное, управлять иглой на уровне волоска. Мы когда волосок переходим с уровня карандашом, да, вот вы карандашом, марафон, например, и перешли дальше на следующий этап. И там уже этот коврик. И вы на коврике тренируетесь. Вы же видите, что ваша рука рисует на этом коврике. Как у вас получается. И в любом случае, если у вас получается тонко, аккуратно, это говорит о том, что вы аппарат держите правильно, да, вы работаете правильно, легко. У вас идеальная моторика. Почему так долго я открываю курс волоски год? Почему, вот я говорю, там, вы за две недели поедете куда-то, это если бы вы были, например, таким мастером уже матерым, и вы поехали просто как на повышение на эти волоски. И у вас и способности рисовать есть, и вы уже аппаратом хорошо управляете. И вы поехали на какие-то курсы, например, там, за две недели, или там, за сколько-то обучились этому волоску. Да, у вас так может получиться. А я как раз делаю такие системы обучения, когда ко мне приходят люди из разных профессий, из другой вообще сферы совершенно. Это люди, которые далеко не всегда умеют рисовать, но они учатся это делать, потому что они горят, они желают. А я им даю свои уникальные пошаговые методики, которые я с фанатизмом создаю. И это другой путь, и это результаты другие. Но в процессе, когда вот эта вот работа начинается иглой, на иголке четко видно, как аппарат держит мастер. Если мастер держит в аппарат плохо, то иголка его не спасет. Он даже возьмет правильную иглу, но он волосок не сделает. Да я же вроде ту иголку купила, да, там, или ту краску купила, потому что не умеет рисовать рука. А если рука умеет рисовать, уже такого большого значения не имеет, какая иголка. Вот. Субтитры создавал DimaTorzok